всем привет с вами магазин горные вершины меня зовут андрей и сегодня мы поговорим про выбор велосипедной цепи помимо того что цепь нужно чистить и смазывать ее нужно периодически менять стоит отметить что цепь это расходник и она подлежит замене примерно через полторы тысячи километров в зависимости от условий катания поскольку разные велосипеды оборудованы разными типами трансмиссии для того чтобы выбрать цепь прежде всего нам нужно посчитать сколько звезд у нас на трещотке или на кассете и это является основным моментом при выборе велосипедной цепи при этом абсолютно не важно сколько звезд у вас спереди 1 2 или 3 почему же так важно знать количество звезд на вашей кассете дело в том что цепи на различное количество передач отличаются своей толщиной и если мы например поставим 12 скоростную цепь на 8 скоростную кассету то переключатель не будет корректно работать и трансмиссия не будет правильно переключать передач и наоборот если мы возьмем 8 скоростную цепь которая достаточно толстая и будем пытаться поставить на 12 скоростную кассету то она просто-напросто не влезет тот зазор который предусмотрен производителем между звездами второй момент на который стоит обратить внимание при выборе цепи это ее длина то есть количество звеньев помимо того насколько скоростей эта цепь рассчитана производитель также всегда указывает на упаковке количество звеньев этой цепи цепь которую мы приобретаем всегда идет запасом, несколько звеньев. И существует два способа, для того чтобы понять, какое количество звеньев нужно вам. Один способ правильный, второй неправильный. Начнем с неправильного способа. Неправильный способ заключается в том, что, сняв старую цепь и приложив к ней новую, мы находим ее длину. Это неверно. Ошибка этого способа состоит в том, что старая цепь уже растянута и количество звеньев на единицу длины вот такой цепи будет отличаться от новой. Верный способ заключается в том, что вы можете просто посчитать количество звеньев на вашей старой цепи. Однако, если на вашем велосипеде нет цепи, ну такое бывает, если вы ее, например, где-то потеряли, то есть один очень полезный лайфхак. Для этого нам нужно новую цепь накинуть на самую большую звезду спереди и на самую большую звезду сзади, минуя переключатель. Затем соединить цепь и прибавить к этой длине два звена. Таким образом, мы получим нужную нам длину. После этого нам остается взять такой нужный велосипедный инструмент, как выжимка, и посредством его удалить ненужные звенья. После того, как мы удалили ненужные звенья и провели цепь правильно через переключатель, нам нужно ее соединить. Для того, чтобы соединить цепь, существует две вещи. Это соединительный пин и замок цепи. В зависимости от модели и производителя цепи, она может комплектоваться как соединительным пином, так и замком. Кроме этого, вы можете приобрести как соединительный пин, так и замок отдельно от самой цепи. Если соединительные пины отдельно приобретают редко, то очень полезная вещь в этом плане замок цепи. С помощью замка для цепи вы можете даже пиновую цепь сделать быстросъемной, для того, чтобы вы могли ее легко снять, почистить и установить на место. При этом вам не нужно будет возиться с выжимкой. Ну и коль скоро речь зашла про замки цепи, то при их выборе стоит также обратить внимание на то, что они рассчитаны на определенное количество звезд, и некоторые производители позиционируют их как многоразовые, либо одноразовые. Для разъединения и соединения замка вы можете, конечно, использовать силу пальцев, однако удобнее воспользоваться специальным инструментом, который так и называется клещи для замков цепи. Что еще нужно знать при выборе велосипедной цепи? Помимо того, что цепи отличаются количеством скоростей и количеством звеньев, они также бывают облегченные, например, вот это с полыми пинами, с анодированным покрытием, которые более устойчивы к коррозии. Также существуют цепи для односкоростной трансмиссии, например, если у вас планетарная втулка или BMX, или FIX. Для BMX также существуют такие особые цепи, которые называются Half-Link. Звенья у такой цепи все одинаковой конфигурации в виде вот таком. Также существуют усиленные велосипедные цепи специально для электровелосипедов, где крутящий момент больше. Вот, пожалуй, все основные моменты, касаемые выбора велосипедной цепи, я вам сейчас рассказал. Но если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете их написать нам в комментариях, обратиться к нам в магазин по телефону или в чате. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. А с вами был магазин Горной вершины, я Андрей, всем пока! Многоскоростную цепь не надо смазывать мотоциклетной смазкой, она более густая и плохо будет переключаться, плохо работать. Ну, на планетарках есть еще место цепи, ставят такой зубчатый ремень, как ГРМ.